Всем привет! Вы на канале Анастасия Кальченко Сделаем Сами Своими Руками. И сегодня я буду делать тюльпаны. На один тюльпан мне понадобятся розовые и красные модули. Размером 32 часть от листика А4, красных мне нужно будет модулей 132 штуки, розовых 144, это на один тюльпан. Итак, начнем. На один красный модуль острым носиком надеваем два модуля. Дальше розовый надеваем короткой стороной, красные длинной стороной по краям, два розовых короткой стороной и еще по два модуля, по краям два модуля длинной стороной. Таких штучек нам нужно сделать 6 штук. Я уже сделала, вот они. Вот, 6 штук. Дальше надеваем три модуля короткой стороной розовых. Берем следующую, вот эту штучку, которую мы сделали, и скрепляем красным модулем длинной стороной, таким вот образом. Опять розовенькие модули короткой стороной. Прикрепляем красным модулем длинной стороной. Опять розовые короткой стороной, три штуки. Красненькая, длинной стороной, скрепляем. И таким образом проделываем до конца, пока не скрепим все штучки. Далее, там где у нас красный модуль, надеваем тоже красный один модуль на розовый краешек и на красненький. Так, дальше у нас будут розовые, три. Раз, два и три. Опять красный модуль надеваем. Опять три розовых короткой стороной. Розовые все будут у нас короткой стороной, а красненькие все длинной стороной. Опять красный, длинной стороной. Теперь нужно поделку вывернуть, таким вот образом. И надевать красный модуль постоянно в одну сторону, чтобы это было не в другую, а вот в одну сторону, чтобы все красные модули смотрели. Продолжение следует... 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 Теперь тоже красные модули... Тоже длинным носиком наружу, но в один модуль нам нужно засунуть три краешка. Таким образом мы сократили модули до 16 штук. Следующий ряд надеваем, как обычно, на два краешка, 16 модулей красных. И следующий ряд 16 зеленых модулей. Вот такой тюльпанчик должен получиться. Все равняем, краешки выворачиваем немножко. Теперь будем делать листики. Для листиков нам нужны будут зеленые модули. Тоже 32 часть от листика А4. Листика будет 3. И нам нужно будет 330 модулей для трех листиков. Итак, первый ряд. Длинной стороной... Все модули будут длинной стороной. Надеваем второй ряд, два модуля. Третий ряд будет крайний модуль, кармашек один внутрь. Он будет свободный, этот кармашек. И вовнутрь мы прячем. И с краешку то же самое. Посерединке модуль. Четвертый ряд. Тоже краешек один свободный. И вовнутрь. Не снаружи, как мы делали, а внутрь. И с этого края то же самое. Так, 4. 5 модулей следующий ряд. 5 модулей. Следующий ряд. Это уже будет у нас шестой ряд. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой ряд. Четыре модуля. Один краешек оставляем свободным. Четыре модуля. Седьмой ряд. Пять модулей. Захватываем этот краешек, который у нас оставался свободный. Пять модулей. Итак, чередуем. Четыре, пять. Четыре, пять. Девятнадцать рядов. Итак, пять штук у нас здесь, в этом ряду. Мы надеваем на три кончика, на три краешка один модуль. Получится у нас четыре модуля должно получиться. Дальше, как обычно, по краям мы надеваем три краешка в один модуль. Дальше идет три модуля. Дальше, как обычно, по краям мы надеваем три краешка в один модуль. Получится три модуля. Дальше, как обычно, по краям мы надеваем три краешка в один модуль. Один модуль и по краям два модуля. Такой должен получиться листик. Выворачиваем его таким вот образом. Вот у меня есть больший листик и еще один. Так получилось у нас три листика. Дальше будем делать стебелек. Для этого нам понадобится белая бумага, скотч, зеленая бумага гофрированная, скотч двухсторонний. Так, от гофрированной бумаги мы отрезаем длинную полосочку. Таким образом. Вот, с этой полосочкой мы будем работать сегодня. Вот такая полосочка должна получиться. Значит, белую бумагу мы вкладываем в трубочку. С краешка начинаем и идем ее сворачивать. Вот так, сворачиваем. Таким вот образом. Так, короткая. Так получилось длинная уже. Длинная трубочка. Так, короткая у меня получилась. Сейчас, под другим углом надо ее завернуть. Вот. Сворачиваем длинную трубочку. Вот, вот таким образом. Отлично. Итак, этот край мы приклеим двухсторонним скотчем. Вот так вот просто приклеим. Тут двухсторонний скотч оставим. Потом вот тут сверху двухсторонний скотч прилепим. И снизу. И снизу. Так, тут уже отлепилась у нас. Вот, он двухсторонний скотч у нас тут остается. Так, ладно. Так. Теперь берем полоску зеленой гофрированной бумаги. Приклеиваем и начинаем обматывать нашу белую трубочку. Будет стебелек. Вот. Отрезаем. Такой стебелек получается. Но он у нас сильно тонкий, значит мы здесь нужно нам намотать всю оставшуюся эту бумагу, просто намотать и все. Тоже скотч приклеим, чтобы ничего не отклеивалось у нас. И начнем наматывать. Такой стебелек. Такой стебелек. Такой стебелек. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И все это залить клеем ПВА. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...